Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы находимся в Святой Святых за кулисье Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова. Мы в нашей передаче расскажем о самых скрытых тайных моментах театральной жизни. Сегодня мы узнаем, как создавался спектакль «Страсти по модолению», и в этом нам поможет заведующая литературно-драматическая частью театра Кира Вострова. Действительно, спектакль «Страсти по модолению» начнется уже буквально через полтора часа. Актеры вовсю готовятся к выходу на сцене, службы в полной готовности, и мы сейчас сможем все это с вами увидеть. Прошу, проходите. Одной из главных ролей в спектакле – роль Ессона, мужа главной героини, исполняет новый актер театра Виталий Пичик. Его лицо кому-то может показаться знакомым, и не случайно он играл во многих телевизионных сериалах. Здравствуйте, Виталий! Здравствуйте! Проходите, присаживайтесь. Вы роль повторяете? Да, надо перед каждым спектаклем повторить роль. Виталий Пичик – выпускник Санкт-Петербургского университета, актер театра и кино. Работал в Московском художественном академическом театре имени Антона Павловича Чехова. Вы кого исполняете? Ессона. Ессон – это главный герой. Ну, главная героиня все-таки Мандолена. Спектакль так и называется – Мандолена, страсти по Мандолене. Все-таки, все-таки. Ну, допустим, да, в паре. Один из главных, я так скажу, главный герой. Чем он вам близок, чем он вас отталкивает? Мне интересно, вот сегодня я, мне кажется, я попробую сыграть о выборе. Вот эту роль сыграю о выборе, которая есть каждый день в жизни. И в роли Ессоновской она тоже идет. Выбор, например, либо быть в доме, либо не быть в доме своего отца. Выбор, либо остаться верным в отдалении, либо предать. Выбор, либо быть богатым, либо быть бедным. Прямо перед нами находится гримерный парикмахерский цех. Ольга Новицкая нас там уже ждет. Прошу, проходите. Спасибо. Здравствуйте, Ольга. Ольга Новицкая – актриса Ульяновского драматического театра с 2002 года. Сыграла более 20 ролей, режиссер четырех спектаклей, лауреат премии фестиваля театров «Лицидей». Ольга, говорят, что актеры – самые суеверные люди. Так ли это? Вот как вы готовитесь перед спектаклем? Есть ли какие-то приметы особые? Есть. Ну, как, не сказать, что актеры очень уж отличаются суеверными от других людей. Я видела людей других профессий гораздо суевернее, чем мы. Есть приметы, что если ты уронил роль, то как не случится эта роль в твоей жизни, либо ты будешь забывать все время тексты. Поэтому актеры, где бы они ни уронили листы роли, они садятся на эту роль попой, вот, несколько секунд сидят и встают. И так вроде как судьба становится к ним милосердно, и эта роль к ним возвращается. Ну, наверное, у каждого актера своя кухня. Я про себя могу сказать, что вот так вот сидеть и… Ну, бывает, что вводы, и нет процесса долгого репетирования с режиссером, с партнерами. И просто вот так вот сидеть, учить текст, как стихотворение в школе, я не могу. Поэтому все равно, ну, это профессия. Мы не запоминаем текст вот просто как текст. Это все равно связано с тем, что человек чувствует, переживает. Вот роль в спектакле «Страсти по Мадалине», она как, легко далась? Вы кого играете? Я играю Глиннес. Я играю две роли. Я играю дочь Сирила, это, получается, он дядя Ясона, родной брат матери Ясона. И это вот в первом акте. Во втором акте я играю разлучницу Глиннес, да. Но на самом деле тут еще большой вопрос, кто кого разлучил, да. Вот в чем особенность этого спектакля? У вас же много ролей, а вот именно эта роль? Ну, для меня именно эта роль, ну, наверное, я долгое время не играла ничего, вот не представала перед зрителем в таком качестве. Да, у меня были, ну, как, не сказать, что подобные роли, да, а столь легкомысленную женщину, столь обаятельную, столь, ну, такой персонаж. Я давно, очень давно не играла, и которая, ну, можно назвать, что есть вот герой, а это антигерой, то есть такая злодейка. Ну, если со стороны, я ее, конечно, не воспринимаю как злодейку, наоборот, это несчастная женщина, которая любит всю жизнь одного мужчину, но это моя версия. Спасибо. Ольга, можно мы немножко посмотрим, как вы готовитесь к спектаклу? Давайте, сейчас мы позовем Розу. Ну, вот эта вот прическа, она самая сложная сейчас? Нет, нет, нет. Это начало для прически. А, а потом еще как-то наукладки. Да, 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 да. Это мы сейчас закручиваем на бигуди. Да. Потом я играю, потому что вначале девочка-подростка, и это все собирается, вот такой пучок, ну, вроде как вьющиеся просто волосы. А потом во втором акте, на эту руковую женщину, мы уже делаем такую прическу конца 30-х годов. Мы сейчас идем в зрительный зал. Да, мы прямо. Здравствуйте. Над окружающей актеров обстановкой сцены трудится, наверное, наибольшее количество театральных мастеров. Начиная от художника-спектакля, который совместно с режиссером формулирует концепцию сценического оформления, создает макет, контролирует весь процесс создания декорации. Владимир Медведь, художник-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины. Последние годы работает в Ульяновском драматическом театре имени Ивана Александровича Гончарова. Владимир Иванович, вообще сложно представить спектакль без декораций, без костюмов. И в этом, конечно, большая заслуга художника. Вы здесь главный художник. Вот расскажите, как создавался именно этот спектакль «Страсти по модолению». Собственно, все знают, что это подложена Медея, как бы история. Поэтому персонажи в нашем времени практически, немножко раньше, а события, судьбы, все как в древней Греции. Отсюда и родилась мысль, что жизнь людей движет куда-то. И вот один герой, воин, красавец, мужчина, с одной стороны, и женщина, молодая, красивая, с другим темпераментом, но падшая женщина. Встречаются отношения. Давайте вернемся к декорациям. Их сложно было создавать? Ну, сложные, большие, потому что два этажа, много актеров, тут и трюки как бы заложены. Поэтому просчитывали, и даже проблемы там были, что актер травмировался один. Но мужественно с травмой, как бы, продолжал репетировать. Вот. В целом-то театр крепкий, цеха хорошая. Поэтому ставим большие задачи, чтобы, знаем, что решим по-любому. Вот. Поэтому любой спектакль, понимаете, трудно придумать, исполнить проще. Но в другой раз разбивается мысль о несовершенстве цехов. В данном случае все сложилось нормально. А костюмы кто создавал? Костюмы была приглашенная художник из Москвы. Здесь тоже есть сложность в костюмах, потому что два персонажа живут в режиме двух часов. Вот сколько идет спектакль. Это они в кабинете у шерифа. А вообще история 20 лет затягивается. Поэтому там есть кто-то трансформируется в костюмах. Меняются даже одни и те же актеры играют две-три роли. А два человека существуют в таком режиме костюма сегодняшнего. Это Мадалена и шериф, собственно. Я думаю, что костюмы интересны в своей простоте, вот точности. И тут платье у нас с эффектом работает, платье из сундуков, когда мы в 19 век уходим. И вот оно начинает гореть, как бы такой трюк. Она выходит на какую-то точку, и там платье как бы танцует в вальсе, как она себя представляет на свадьбе. И мы подстроили так проектор снизу, что начинается проекция на платье, и оно абсолютно, ощущение, что оно горит. Сзади пускаем дым там по сарай, всему прочему. И вот этот эффект, когда, ну, тем более это в контексте как бы ситуации, ощущение такое, что жутко становится, да. Здесь это добились, слава богу. У нас еще и прыжки в солому со второго этажа, да. Тут, я говорю, ну, актеры даже не молодые, как бы и среднего поколения, но поскольку, ну, проверяем же все. Высчитываешь там, до миллиметра двигаешь это там, выше, ниже, сколько на себе. В первую очередь на себе, потом уже актера подпускаю. И даже первый прыжок я показал, что, я говорю, не страшно, не больно, это потом уже попрыгали, да. Сейчас будет, да, второй звонок, начался. Немного о спектакле. Он вырос из режиссерской лаборатории Олега Лаевского. В прошлом году эскиз решили превратить в полноценную постановку. Режиссером спектакля является Евгений Ланцов, художественный руководитель Кировского драматического театра имени Кирова. В основу спектакля легла пьеса американского драматурга Дона Нигра. Это один из самых публикуемых драматургов современности. В России он был практически неизвестен до тех пор, пока переводами и популяризацией творчества писателя не занялся Виктор Вебер. А вот в основе пьесы о модолении греческий миф о Медее. Однако в пересказе Дона Нигра миф становится неузнаваемым. Известный сюжет переплавляется в захватывающий детектив. Наконец-то Дали показалась чужая земля. Она полюбила его слишком страстно и сильно, сына чужой ей страны. Роль Мадалины исполняет одна из ведущих актрис театра Оксана Романова. Она настолько вжилась в свою роль, что сложно представить иную Мадалену. В спектакле задействованы также народные артистки России Кларина Ивановна Шадько и Зоя Михайловна Самсонова, заслуженный артист России Виктор Чукин и заслуженный артист Украины Андрей Бориславский. Зритель невольно становится свидетелем, как история женщины, влекомой страстной любовью к мужчине, проходя через жернова времени, становится зеркальным отражением коллизий, происходящих с нами сегодня. Героиня пьесы Медея XX века является своего рода нравственным ориентиром в обществе.